Вот эта ситуация, которая сейчас есть с коронавирусом, она вскрыла все эти недостатки. В общем-то, вот о чем мы предупреждали, это сейчас и выявилось, и обнажилось. Конечно, мы работу продолжаем, и она и в области происходит, у нас сейчас, ну, то, о чем я говорил, и на федеральном уровне. Глена Федоровна у нас, специалист в этом вопросе, не даст соврать, она, наверное, еще больше может рассказать о том, что сейчас творится. Это действительно такая системная проблема, здесь, ну, мы в свою очередь работаем. Давайте подумаем, что сейчас здесь вот у вас мы можем помочь. Уже ранним утром встреча в Слюдянской администрации. Небольшие населенные пункты сильно пострадали от кризиса, вызванного пандемией. У одних закрылся бизнес, другие недополучили господдержку, а еще затянулось строительство некоторых объектов. Более того, отток населения тоже проблема, из-за которой в Слюдянском районе мало технических специалистов. Рабочих рук, по словам местных жителей, не хватает даже на строительстве первой школы. Депутаты считают, в ближайшее время необходимо проработать условия для привлечения именно местных строителей. Главной проблемой, исполняющей обязанности министра строительства, назвал как раз закрытие гранит в связи с коронавирусом. Вот вы представляете, вот эта проблема, эту проблему он озвучил у нас на сессии законодательного собрания. Я, конечно, была возмущена. И все строители как раз у нас пользуются именно этими квотами на иностранную рабочую силу. Ну почему? Вы сами ответили на этот вопрос. Это низкая заработная плата, это не надо никаких социальных им гарантий, жилья не надо, вагончики заселили и выполняют эту работу. После встречи с жителями Слюдянки депутаты проверили строительство первой школы. Ее строят для 725 учеников. Открытия ждут с нетерпением. Соцобъект возведут к началу следующего учебного года. В 2021-м это будет не единственное важное открытие для Слюдянского района. Депутаты пообещали лично контролировать строительство всех учреждений. Рядом с этой школой планируется строительство детского сада на 140 мест. Этот детский сад тоже очень необходим этой территории. Ну если говорить про финансирование, то в этом году в Слюдянском районе еще будет ремонтироваться одна школа, это Вангасолки школа детский сад, где тоже уже сегодня выделили на 4,5 миллиона рублей. А это уже Байкальск, где тоже есть накопившиеся проблемы. Одна из них – состояние местной больницы. В помещении давно не было капитального ремонта. Врачи работают на старом оборудовании. Здесь также не хватает узких специалистов. Да и коронавирус принес немало проблем. Депутаты отмечают – важно обратить внимание не только на ремонт социальных объектов, но и на строительство новых. Дом культуры в Байкальске построят к следующему году. Капитальный ремонт нужен и школе искусств, где тесные коридоры и старые полуразрушенные стены. Я уверена, что те средства налогоплательщика, бюджетные средства, которые заложены в бюджете в 2021 году, они будут сегодня востребованы и стройка закончится. Здесь строится очень большой многофункциональный культурный центр и тоже в 2021 году завершается его строительство. Я помню, как мы с депутатом законодательного собрания Михаилом Викторовичем и Кудрявцем Галиной Фодоровной как раз помогали именно в Байкальске, чтобы средства были выделены на строительство этого многофункционального культурного центра. Основная проблема Байкальска – ликвидация отходов бывшего БЦБК. Наибольшую опасность представляют 12 карт накопителей. Михаил Щапов считает, чтобы решить проблему, необходимо привлечь средства из федерального бюджета. И чем раньше, тем лучше. В следующем году Байкальску исполнится 50. И главным подарком для жителей этого города станет разминирование экологической бомбы бывшего целлюлозно-бумажного комбината. Безусловно, нужно заниматься и ликвидацией накопленного ущерба, но и не забывать о людях, которые сейчас живут. Это немаловажно. И для этого у нас сейчас одна из целей этой поездки – это синхронизировать усилия всех ветвей власти. И загадательной власти, и местной власти, и федеральной власти. Поэтому нам нужно сосредоточиться на каких-то слабых местах, в тех местах, где мы сейчас можем изменить качество жизни людей. По итогам рабочей поездки вывод один. Слюдянский район должен жить. И уже в Москве Михаил Щапов намерен призвать увеличить финансирование, чтобы сохранить важные для Иркутской области населенные пункты.